А вы не замечали, что к видеоиграм в нашей жизни чаще всего относятся как к чему-то не очень хорошему? Когда взрослый играет в видеоигры, его считают детём и как-то осуждают, особенно женская половина. Когда играет школьник, все его проблемы, плохие оценки, даже здоровье списывают на виноват компуктер. Мне эта ситуация очень знакома, потому что я люблю играть в видеоигры, играя в них с ранних лет, и поэтому в этот раз я хотел бы поговорить о том, почему видеоигры важны в нашей жизни, как они нам помогают и в чем конкретно это проявляется. Ну а также разобрать их влияние как с плохой, так и с хорошей стороны. Поэтому если вдруг вам родители запрещают играть в видеоигры, можете скинуть им этот видосик, почему бы нет. Ну а перед началом видеоролика я как всегда попрошу вас поражать лайк, подписаться на канал, чтобы поддержать данный формат, ну а также в комментариях попрошу написать ваши отношения к видеоиграм. И давайте начнем. И да, чай поставьте пожалуйста. Так уж получилось, что видеоигры в моей жизни стали действительно важным звеном, поскольку это мое любимое хобби, я играю почти каждый день, могу целыми днями обсуждать игровые события, ну и как вы понимаете, уже давно веду этот канал на данную тематику. И честно говоря, без видеоигр я не представляю свою жизнь. Те, кто не играет и слышит это со стороны, вероятнее всего подумают, что я какой-то там задрот двоечник, сидящий 24 на 7 перед экраном и ничего не делающий. Нет, я горчу вас, я старался хорошо учиться в школе, я получил высшее образование, у меня есть основная работа, и в целом видеоигры не делают меня каким-то плохим по жизни. Ну а все потому, что в них есть и плюсы, о которых почему-то мало кто говорит. Знаете, просто так видимо произошло, что видеоигр в умах тех, кто никогда не играл или не играют, ассоциируется с не таким уж и хорошим досугом. Ведь якобы ты портишь зрение, становишься зависимым, тратишь безумные большие деньги, и это якобы разрушает твою нынешнюю и будущую взрослую жизнь. Ну, начнем с того, что видеоигры это прежде всего проведение твоего досуга, некое развлечение в виртуальном мире, которое может тебе помочь отдохнуть, забыть проблемы, ну а также просто получить удовольствие от игрового процесса и просмотра интересного сюжета. Многие видят это со стороны, как что-то там происходит на экране, и человек просто долбит по кнопкам. По факту, да, так и происходит, но если хоть каплю задуматься, что же в этих видеоиграх, окажется, что помимо простых соревновательных стрелялок, есть очень интересная история, поднимающая жизненные проблемы дружбы, любви, семьи. Да, во всех проектах разные интерпретации, где-то ты там человек-паук, где-то космонавт, где-то там какое-нибудь мультяшное существо, но так или иначе, вам рассказывается какая-то интересная история, где вы самый главный герой. Меня всегда поражало одно, как некоторые осуждают игры, но не осуждают просмотр фильмов, сериалов и чтения книг. По сути, сюжетные видеоигры это практически одно и то же, только более интерактивное, где вы не просто следите за ходом событий, а можете повлиять на то, что происходит на экране, и вы сами делаете действия за главного персонажа при помощи кнопок, и часть всего то, что опять же диктует тот самый сюжет. Поэтому, что играя, что смотря фильмы, вы проводите время, смотрите на какую-либо историю, и как вы понимаете, истории бывают разные, как и добрые, и веселые, так и злые, и жестокие. И даже если рассказана какая-то плохая история в какой-нибудь видеоигре, как минимум у меня крепший ум должен сделать вывод, что это плохо. Но опять же, о жестокости мы поговорим чуть позже. Меня иногда беспокоит, что видеоигры приравнивают к какому-то не особо продуктивному, почти плохому досугу, что мол, вот ты играешь, да ты ничего не добьешься и так далее. И знаете, мир не стоит на месте. Сейчас видеоигры это не просто потыкать на кнопочки, это и возможность быть профессиональным игроком, быть летсплейщиком, быть комментатором турниров, быть даже будущим разработчиком, и даже знания тех или иных видеоигр могут помочь вам в жизни. Да вы можете стать из игры тем же контентмейкером. Ну а с этим вам прекрасно сможет помочь Filmora 13 от Wondershare, которая помимо того, что предложит довольно широкий функционал, удобный интерфейс, так еще и упросит тебе работу с помощью встроенного искусственного интеллекта. И помощник сможет подсказать, что и как лучше сделать в вашем видосе, поможет тебе написать текст, придумать название, поскольку он может еще и копирайтить, создаст тебе превью, а также еще и сгенерирует тебе подходящую музыку для твоего видеоряда. Помимо этого, в редакторе ты найдешь множество готовых шаблонов, эффектов, стикерах, функций по типу автоматического удаления лишних шумов и автоматической вырезки моментов, где нет вашего звука. В общем, у программы действительно широкий спектр функций, которые поможут тебе в создании классных видео. Filmora 13 это настоящий помощник в деле контентмейкера, которым вы без проблем сможете стать. Если вдруг хотели бы начать, вы это можете сделать совершенно бесплатно, скачав программу по ссылке в описании. Поэтому переходи, скачивай и используй искусственный интеллект с Filmora 13, как тебе захочется. Игры вам могут помочь даже в написании сэ по школьным экзаменам, где вы можете привести как проблему отцов и детей при помощи игры «Бог войны». Ну, почему бы и нет? Конечно, да, учителя могут это не оценить, ибо они при виде игры слова просто триггерятся, но это уж другая история. И играть в видеоигры это не всегда стоять на месте, и на них сейчас можно построить даже будущую жизнь, как это сделали многие контентмейкеры, профессиональные игроки, которые по сути всю жизнь играли в видеоигры. Понятное дело, что это получится далеко не у каждого, но и учась в универе вы тоже можете не стать топовым менеджером или превосходным художником. Вообще от игр я считаю, что больше пользы, нежели какого-то негатива. Во-первых, по многим видеоиграм можно выучить английский язык. Да, это не специализированные курсы, но отличная практика. И работает она иногда даже лучше, чем школьные уроки, поскольку в играх, где есть английский язык, ты хочешь понять, что тебе требуется, куда тебе нужно идти, что тебе говорят и так далее. Поскольку, ну, тебе интересно. А интерес это самый главный мотиватор к тому, чтобы начать в этом разбираться. Прошел одну игру, прошел вторую, но нету там перевода. Но так или иначе, ты заглянешь в переводчик, дальше ты встретишь там повторы слов, выражения, и соответственно понимание того, что имеется в виду, у тебя будет намного больше. Да, буду честен, я не тот, кто смог выучить английский при помощи игр, но у меня куча знакомых, которые знают английский неплохо, и они эту заслугу напрямую связывают с играми. Это, знаете, то же самое, как многие советуют для практики смотреть фильмы на английском. В играх это то же самое. Помимо этого, если вдруг по каким-то причинам вы интроверт, у вас, ну, не особо складывается общение в коллективе, не важно, школа, универ, при помощи онлайн-игр, так или иначе, вы можете социализироваться. У вас может пропасть страх с кем-то разговаривать, вы можете узнать кучу нового от кого-либо, и даже через этот барьер, который наблюдается у довольно большого числа людей, игры могут помочь это перебороть. Да, опять же, у кого-то это не получится, но игры, особенно онлайн-игры, это возможность найти все-таки друзей, единомышленников. Куча был историй, когда люди ездили друг к другу в другой город, даже не зная, кто сидел по ту сторону экрана. Я лично даже сейчас веду общение с большим количеством людей, которые знаю лишь по играм, нежели в личной жизни. И когда у людей интересы схожи, у них есть желание общаться, встречаться вместе. О чем речь, если иногда бывает такое, что при помощи игр кто-то встречает даже свою настоящую любовь. Да, конечно, это также не мой случай, но это все реально невыдуманные истории, а положительные моменты, о которых мало кто говорит. Еще одно довольно-таки важное и отчасти связанное с общением, это то, что игры нас отчасти спасают от одиночества. Да, бывает такое, что действительно не складывается общение ни с кем, особенно если ты там не куришь и не пьешь в компании, как это часто бывает, ибо это среди молодежи сейчас как-то даже модно этим заниматься. Если ты там не кайфуешь и не имеешь тяги к такому виду досуга, а-ля выпить, покурить, ты якобы фу, не такой как все. Плюс к тому же, если с тобой действительно мало кто-то общается, нет настоящих друзей, но игры, они либо помогут их завести, вот так скажем, тех самых друзей, либо же просто спасают нас от чувства того, что мы одни. Да, это виртуальный мир, это не по-настоящему, но это чувство, находясь в этом мире, тебя не съедает, и как минимум не дает тебе повод опустить руки, как-то зажаться в себе очень серьезно, ибо у тебя хотя бы создается видимость верного друга, хорошей семейной жизни, и это то, что побуждает каждый день туда возвращаться. Это можно отнести и к плохому качеству, бы это все-таки иллюзия, но тут я вижу наоборот успокоение души, нежели негатива. Ну что-то типа таблетки. Если тебе грустно и одиноко, запускай любимую игру, и эта проблема уходит. Ты не такой грустный, поэтому это больше плюс, нежели минус. Помимо этого, если брать уже молодое поколение, то игры отчасти развивают. Да, нередко игры заставляют пошевелить извилинами и найти решения в сложных ситуациях, поскольку в играх есть и головоломки. Есть полноценные игры-головоломки, есть, к примеру, симулятор собирания машин, где можно узнать чуть ли не каждую деталь автомобиля и понять, как это вообще работает. Есть симуляторы собирания мостов, в том же Майнкрафте можно прокачать свою логику и проектирование своего объекта в голове в виртуальный мир. И честно, я не буду удивлен, что какие-нибудь там подрастающие архитекторы ранее играли в Майнкрафт. Да и даже простые стрелялки заставляют в короткий срок выбрать правильное решение для победы, ну а также прокачать свою реакцию. К тому же есть игры, которые знакомят вас с самыми начальными и базовыми навыками программирования. И разве это не плюс? Чтобы быть объективнее в этом вопросе, мне кажется, ради справедливости стоит перечислить и негативные стороны. И первый такой минус в видеоиграх это злоупотребление. Как я и сказал ранее, в видеоигры это неплохо, но проблема заключается тогда, когда человек полностью уходит в виртуальный мир, забывая абсолютно про все, и порой даже про еду. Он забивает на работу, учебу, и в этой виртуальной среде чувствует себя довольно-таки комфортно. Но здесь опять же, просто не стоит забывать о других вещах, как о проведении времени с семьей, о работе, о учебе. Да, это звучит тушно, но это факт. Ибо люди, увлеченные чем-то с головы до ног, полностью себя в это посвящают, абстрагируясь от всего. И это действительно плохо, но опять же, это относится не только к играм. Поэтому, как говорит мой дед, все нужно просто в меру. Да, что касаемо времени игры, тут нету какого-то временного стандарта, но самое главное, чтобы человек успевал делать и другие дела, да и больше-то не требуется. У меня личные игры действительно отнимают время, особенно то время, когда я мог бы уже поспать. Да, у меня есть основная работа, я хочу побыть женой, хочется поиграть, мне приходится позже ложиться спать, для того, чтобы все успеть. А игры порой удерживают так, что я просто не могу установиться, да вот реально. И здесь мы пересекаем в еще одну проблему, как азарт, а далее сливание денег в никуда. Да, мы живем в цифровое время, где за счет клика можем что-то выбить, получить желаемый предмет, и все мы понимаем, что игровая индустрия, это не только в каком-то роде искусство, развлечение, но и прежде всего бизнес, где та или иная компания пытается как можно больше выжить с играющих бабосиков. И иногда некий лутбок, скин персонаж доводит людей до такого, что они сливают туда абсолютно все свои сбережения, даже не понимая этого. Помимо этого, от игры бывают еще очень большие психи. Я, кстати, один из таких персонажей, который в раннем возрасте очень сильно психовал из-за поражения, бился об стену руками, ногами, орал, ну, для того, чтобы выпустить все эти эмоции. Да и сейчас на стримах тоже агрюсь, но поверьте, это еще так, цветочки типа, повонял, повозмущался, и хорош. Ну и если же опять же обобщить все эти минусы, о которых я рассказал, то в целом они зависят опять же от человека, от его состояния, цели и в целом его головы. Ибо в то же время я знаю множество людей, которые не психуют, когда проигрывают, не тратят большие деньги на скины, лутбоксы и тому подобные темы. И тут, на мой взгляд, у каждого должно быть просто самообладание над собой и нормальная голова на плечах, ибо во всех таких бедах искать крайние именно игры, ну, как по мне, такая себе идея. И вот как раз таки, что касаемо этой самой жестокости. Кстати, особенно когда иногда говорят, что вот посмотрите, в играх убийств и еще всякие нехорошие темы, мол, вот именно они порождают то, что творится с детьми в школах, на улицах и так далее. Вы знаете, не находите проблему там, где ее нет. Не пытайтесь упущенное или плохое воспитание продать каким-то увлечением, тем более видеоиграми. Да, есть жестокие игры, это знают все, но, во-первых, уже давно на играх делаются возрастные ограничения, и если родитель действительно заботится о психике ребенка, и ему важно, чтобы он не видел кровь, он всегда может ознакомиться с этим и купить ему другую игру, добрую, веселую, развивающую. Я лично здесь-то видел и кровь, и месил в играх, играл в жестокие игры, где летали и ноги и руки, но, честно сказать, на меня это вообще никак не повлияло. Я в адеквате спокойно переношу кровь, и опять же, мне кажется, это уже проблема конкретного человека, его воспитание, сформировавшийся взгляд на мир и так далее. Просто у нормального человека должно быть разделение, где игра, а где жизнь, где фильм, где жизнь, и нормальный человек вряд ли будет как-то проецировать то, что происходит в игре на ком-либо. Но опять же, есть родительский контроль, возрастные ограничения, ну а также просто воспитание, которое должно пояснить, что плохо, а что хорошо. Во-вторых, во всей этой теме жестокости просто не пытается каждый раз нормально разобраться, ибо жестоко все-таки порождает жестокость. Возможно, на ту или иную агрессию есть какая-то другая причина, буллинг, взаимоотношения между людьми, и когда в этом всем вопросе крайнем делают видеоигры, либо там то самое аниме, честно говоря, я вообще этого не понимаю. Просто здесь, на мой взгляд, проблема в том, что игры и там тоже аниме это довольно-таки популярная область увлечения сейчас, да, и всегда легче и проще вспыхнуть проблему на компуктер, нежели просто заняться проблемой до ее возникновения, а именно воспитанием. Но опять же, это все другая история. Помимо этого, хотел бы упомянуть еще спорную проблему, а именно проблему со зрением. Из-за этой проблемы часто возникает спор о том, что вот ты постоянно сидишь за компуктером, поэтому зрение у тебя и падает. Все, значит игры все плохие. По факту, пялиться в одну и ту же точку, особенно когда это делается почти в упор, действительно повышает вероятность стяжения качества зрения. Но существуют разные мониторы, очки, гимнастика для глаз, и в целом, вечно играя, можно не посадить свое зрение. Главное, опять же, все делать правильно и в меру. Конечно, геймер с телефоном просить его, с вероятнее всего, сядет зрение, поскольку экран довольно-таки малый, но лично я себе как раз-таки за него и посадил зрение, ибо телефон у меня всегда был прям перед лицом в таком вот положении, и у меня образовалась близорукость. Это тогда, когда вдаль я вижу плохо, а вблизи я вижу хорошо. Но по факту зрение и свое здоровье можно ухудшить везде, и читая познавательную книгу, и занимаясь спортом, поэтому просто, опять же, все это нужно учитывать и делать все в меру и правильно. И если подводить какой-то ток, вспоминая все озвученные минусы и плюсы, то лично я в видеоигры вообще не считаю какой-либо опасностью или негативным увлечением даже для неокрепших умов, поскольку по факту есть намного травмоопаснее и не особо хорошее увлечение. И в каждом негативном моменте, истории, примере нужно всегда искать корень фактической проблемы и не пытаться их спихнуть на игры, которые отчасти нас успокаивают, рассказывают интересные истории, чему-то учат, но также просто не дают нам заскучать. Поэтому мой вам совет. Любите игры, играйте в меру, не забывайте проводить время со своими родными и близкими и умейте разделять виртуальную жизнь от реальной. Ну а еще я хотел бы вас поздравить с наступающим Новым Годом. Ребят, желаю вам, наверное, всего самого офигенного, чтобы следующий год обязательно был лучше, чем этот, чтобы было много классных игр, меньше переносов, чтобы цены там на консоль, на игры так не кусались и чтобы у вас все было хорошо. Вот, это, по сути, мой крайний видосик в этом году, поэтому использую такую возможность и желаю вам в новом году всего-всего-всего. С вами был Джамбо Макс, спасибо большое за просмотр, если понравился видеоролик, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а также не забывайте писать свое мнение в комментариях, если вдруг с чем-то не согласны. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok